Шарова Ольга Константиновна С 1985 года рождения я бежала в Ставропольский край, где мне был присвоен статус вынужденного переселенца, и я добилась направления на проживание в Центре временного размещения вынужденных переселенцев в селе Соломинское Степновского района Ставропольского края, где мы стали проживать вместе с моей дочерью. Я имею специальное медицинское образование и также высшее образование по профессии я учитель, учитель немецкого языка. Проживая в миграционном центре села Соломинское, я, когда освободилась вакансия учителя немецкого языка, работала в местной средней школе, преподавала немецкий язык. В конце, в самом конце 1996 года из города Грозного бежал и мой старший брат Шаров Константин Константинович. Он родился 24 декабря 1941 года. И в феврале 1997 года ему был присвоен статус вынужденного переселенца. Он стал также проживать в Соломинском миграционном центре. В Соломинском миграционном центре мы столкнулись с произволом, с достаточно жестоким даже обращением директора Соломинского миграционного центра Курминской Любови Николаевны. У нее сразу же появились среди вынужденных переселенцев дочки и пачерицы, сынки и пасынки. То есть появились любимцы. Любимцами становились те, кто делал ей подарки всевозможные. Женщины готовили ей, допустим, петли до нее, пирожные, торты. Это ей очень нравилось. К остальным она могла относиться с пренебрежением. Вообще была очень женщина высокомерная. Причем всю работу в Соломинском миграционном центре проделывали мы, вынужденные переселенцы. Особенно генеральными уборками она буквально нас замучила. Все это продолжалось до тех пор, пока завхоз миграционного центра, местная жительница, не поссорилась с Курминской Любовью Николаевной и не подала заявление на увольнение. И тогда она нам сказала, что по штатному расписанию в Соломинском миграционном центре положены были две уборщицы. Ну понятно, что вынужденные переселенцы между собой этот факт обсуждали, были недовольны. И эти недовольства, это возмущение дошло до Курминской Любови Николаевны. И через некоторое время одна уборщица там появилась. Ну и второй мы так и не увидели. То есть, значит, среди сотрудников Соломинского миграционного центра были мертвые души. Ну, естественно, что на кого-то должность была записана, но кто-то получал за это деньги. Ну, мы вынужденные переселенцы заметили также, что раз в месяц Курминская Любовь Николаевна ездила на плановое совещание в город Ставрополь в миграционную службу. И каждый раз в ее УАЗик, прикомандированный к миграционному центру, водитель затаскивал, что ли, вставил в этом УАЗике ящики с дорогостоящими продуктами, консервами, винами, коньяками, шампанским. И все это Курминская увозила в миграционную службу в город Ставрополь. Причем мы, вынужденные переселенцы, получали талоны, которые мы отоваривали в определенном магазине, к которому были прикреплены. И каждый вынужденный переселенец сам себе в общей кухне готовил пищу, готовил еду. На какие-то неучтенные талоны Курминская также приобретала все выше, но и перечисленное в этом магазине, к которому мы были прикреплены. И вот каждый раз ввозила все это, вставая под миграционную службу. В 2000 году я получила денежную компенсацию за утраченное жилье и имущество в городе Грозном. Но Временная комиссия при правительстве Ставропольского края приняла решение выделить эту денежную компенсацию мне и дочери. Брату было отказано по той причине, что в ту пору действующим было постановление правительства Российской Федерации номер 510 от 30 апреля 1997 года. И согласно этому постановлению денежная компенсация за утраченное жилье и имущество в городе Грозном была положена только тем вынужденным переселенцам, которые покидали пределы Чечни и получали статус вынужденного переселенца в Ставропольском крае до 23 ноября 1996 года. Те, кто получал статус вынужденного переселенца позднее, уже под действие этого постановления правительства Российской Федерации не подпадали. Но так и случилось с моим братом. Мы с моей дочерью покинули пределы села Соломенское. Но здесь я хочу все-таки сказать еще о чем касаясь жизни Соломенского миграционного центра. В 2000 году там впервые появился только что вновь назначенный заместитель начальника управления Федеральной миграционной службы Российской Федерации по Ставропольскому краю Джуль Виктор Владимирович. Он провел собрание с жильцами Соломенского центра. Ну какие-то вопросы поднимались на том собрании, решались. И жильцы рассказали ему про самовправство, наглость, цинизм куминской Любови Николаевны. В ее отсутствие ему рассказали также о том, что вот она каждый месяц в миграционную службу, используя неучтенные талоны, предназначенные по всей видимости все-таки вынужденным переселенцам, вот приобретала дорогостоящие продукты, консервы, колбасы копченые, дорогие вина, и все это отвозило в миграционную службу. Джуль Виктор Владимирович выслушал и сказал, что разберется во всем этом. Очевидцы рассказывали, однако, что как ни в чем не бывало, куминская, ее водитель, затарили автомашину, на которой приехал Джуль Виктор Владимирович, также дорогостоящими продуктами, винами, коньяками, всем таким прочим. И Джуль Виктор Владимирович довольный уехал в Ставрополь. Так вот, получив денежную компенсацию, я покинула пределы села Соломенское, и обратно остался проживать в центре временного размещения. Его включили в льготный список вынужденных переселенцев, нуждавшихся в получении жилья. Ну, довольно много лет я не видела брата, связь была у нас с ним утеряна, прервана, потому что я находилась очень далеко от Ставропольского края. И только в 2008 году я приехала в Ставропольский край снова, в предгорный район. Там стала проживать в станице, работать учителем немецкого языка в станичной школе. И в ноябре 2009 года я решила съездить в село Соломенское и узнать о судьбе Шарова Константина Константиновича. Я думала, что прошло много лет, и уже за это время он получил какое-то жилье, уже там как-то обустроен был. Но увиденное и услышанное буквально повергло меня в шоковое состояние. Оказывается, в 2002 году, воспользовавшись надуманными предлогами, Куменское выжило Шарова Константина Константиновича из Соломенского иммиграционного центра. И он стал проживать во всевозможных заброшенных землянках, неотапливаемых, сарайчиках, принадлежавшим чужим людям. Зимой было особенно холодно. И для того, чтобы спастись от холода, помимо тех одеял, той одежды, которая у него имелась, он даже заворачивался в полиэтиленовую пленку. Он обмораживал ноги, ступни ног. И ему помогла вылечиться медсестра из селения Соломенское, Доцинка, Любовь Пантелеевна. В 2000 году, в последующие годы, после 2002 года, мой брат был в списке жильцов Соломенского иммиграционного центра. Однако, миграционная служба ему никак и ничем не помогала. Ни талоны ему не выделялись, ни никакая гуманитарная помощь, которая, в общем-то, время от времени выделялась для жильцов Соломенского иммиграционного центра. Он не сидел сложа руки, пенсия у него была небольшая, и он, ну, как мог, выживал. То есть, скапывал в чужие огороды, выполнял другую работу с тем, чтобы прокормиться, прожить как-то это время. В 2008 году Шаров Константин Константинович получил, наконец, жилищный сертификат, который по ряду обстоятельств реализовать он не смог. Причем, при этом, было также и такое обстоятельство, что Куминская Любовь Николаевна велела ему реализовать жилищный сертификат, ну, в срок два месяца. Хотя, позднее, обращаясь к адвокатам, я выяснила, что обычно для этого предоставляется срок шесть месяцев. Ну, и после этого брата лишили статуса вынужденного переселенца под тем предлогом, что он вовремя не подал заявление на продление вот этого срока. И, соответственно, затем вычеркнули его из списка вынужденных переселенцев, нуждавшихся в получении жилья. Как я позднее выяснила, оказывается, ему положено было вторично, он имел право получить жилищный сертификат. Но этого права его лишили, выставив вот такие преграды. А именно, лишили прежде всего его статуса вынужденного переселенца. По надуманному предлогу. Дело в том, что позднее также я делала запрос в ОФМС РФ по Ставропольскому краю. Попросила, чтобы мне прислали последнее заявление Шарова Константина Константиновича «Направление статуса вынужденного переселенца». Ну и было получено сопроводительное письмо за подписью заместителя начальника ОФМС РФ по Ставропольскому краю. Ну и приложено якобы заявление Шарова Константина Константиновича. Я увидела, что оно было написано не его рукой и подписано не им, почерпу не его. То есть за него, зная его малограмотность, такие заявления писали сотрудники миграционной службы до этого. А здесь вот решили просто кинуть человека, если можно так выразить, не дать ему возможности все-таки реализовать свое право на получение жилья. И под предлогом, что вот он не написал вовремя заявление на «Направление статуса», значит вот решили его, собственно говоря, вот так жестко нарушили его права. Граждательной Российской Федерации права вынужденного переселенца. Ну вот, все это я узнала, и брат мой обратился ко мне с просьбой, чтобы я помогла ему в его беде. Дело в том, что у него никакой перспективы дальнейшей не было, возраст пожилой, и перспектива какая намечалась, просто вот под забором, можно сказать, доживать свою жизнь и умеять, и то под чужим забором. Значит, в вопросе брата я стала его законным представителем по доверенности. Обращалась я во всевозможные инстанции, затем для того, чтобы ему помочь. Я обращалась в администрации сельскую и районную, в правительство Ставропольского края, в Министерство архитектуры и строительства Ставропольского края, выдававшее вынужденным переселенцам жилищные сертификаты. Затем, ну, естественно, писала я и в миграционную службу Ставропольского края, а также и у ФМС Российской Федерации в Москву. Постоянно получала отписки всевозможные. В прокуратуру тоже во все инстанции обращалась. Выходила на сайт президента Российской Федерации, тогда Медведева Дмитрия Анатольевича. Кстати, из его администрации было прислано в миграционную службу письмо с краткой резолюцией разобраться. Ну, и через некоторое время снова была получена привычная отписка. Значит, пришлось обратиться в суд. И вот в 2010 году судья промышленного райсуда города Ставрополь, Журавлева Татьяна Николаевна, вынесла необоснованное незаконное решение в пользу миграционной службы. Причем, несмотря на то, что представитель миграционной службы по доверенности не смогла представить на суде ни одного уведомления Шалову Константину Константиновичу с его росписью в получении о необходимости продления статуса вынужденного переселенца. Во время суда интересно было то, что Журавлева очень внимательно, ласково, с какой-то такой улыбкой выслушивала выступления представителя миграционной службы по доверенности. И вместе с тем довольно хмуро смотрела. И когда выступал адвокат Гридниф Валерий Савельевич, представитель Шарова Константина Константиновича, и я, она перебивала весь вид, ее выражало недовольство какое-то. Был звонок какой-то в ходе судебного заседания, там с кем-то, о чем-то она говорила. Ну и в конце вот такое решение она вынесла в пользу миграционной службы. Затем две последующие судебные инстанции чисто автоматически подтвердили решение судьи Суравлевой Татьяны Николаевны. После этого близкие мне люди, адвокаты, правозащитники, к которым приходилось обращаться, посоветовали обратиться в Европейский суд по правам человека. Я написала письмо в Европейский суд по правам человека, довольно быстро получен был ответ, в котором имелось предписание послать формуляр, который также был прислан оттуда, формуляр жалобы, по почте в Страсбург до 20 января 2011 года. Это условие было выполнено. И я, как представитель Шарова Константина Константиновича, запомнила формуляр жалобы. Текст, кстати, жалобы был прочитан одним из адвокатов, одобрен, но вместе с тем жалобы, текст, никак и ничем не были защищены от подделки. И точно 20 января 2011 года я отправила формуляр жалобы заказной бандеролью с уведомлением авиа с главпочтанта города Ставрополя. Причем уже тогда я заметила слежку за собой. Через некоторое время, приблизительно дней через 10, я зашла на главпочту и в информационно-справочной службе взяла лист отслеживания моей заказной бандероли. И там увидела даты. 20.01.2011 года прием Ставрополя, 25.01.2011 года отправление в Москву, далее 28.01.2011 года прием Москва, обработка, 29.00 экспорт во Францию. Через несколько дней, да, причем я обсуждала очень так живо этот факт, факт нахождения жалобы Шарова Константина Константиновича в Ставрополе после отправления авиа с главпочты в течение 5 дней еще. И после этого заметила, что через несколько дней у меня лист отслеживания исчез. Я пошла и взяла второй лист отслеживания в информационно-справочной службе и обратила внимание, что дата 21.01.2011 года исчезла совсем. И после приема 20.01 следовала сразу уже дата 28, это там Москва, обработка, ну и следующая дата экспорт за границу. Ну, я вообще-то этому удивилась, конечно, на тот момент. Теперь, через некоторое время было получено уведомление уже из Страсбурга, ну, приблизительно через месяц. И, значит, дата, написанная в свое время моей рукой, дата отправления 20.01.2011 года, была исправлена очень жирно, так крупно, на 21, значит, стояла там уже дата 21.01.2011 года. Я удивилась, показала сотруднице главпочты, которая постоянно в этом отделе находится, постоянно принимает заказную корреспонденцию. Она взглянула и сказала, что это сделано не ее рукой, что это не ее исправление. И тогда мне подумалось почему-то, что в течение пяти дней нахождения жалобы Шарова в Ставрополе, возможно, произошли и другие изменения уже в тексте жалобы. Возможно, дата отправления и там в жалобе, 20-я была исправлена на 21-е, а значит, где-то и какие-то другие там. Ну, в общем, я так полагаю, что в течение пяти дней заинтересованные лица поработали над жалобой Шарова Константина Константиновича под отказ, сфальсифицировали эту жалобу. Штрих-коды, которые были присланы из Страсбурга для переписки, кем-то были приведены в негодность. И ко мне, ну, постоянно с этого времени стали проникать, то есть происходить проникновения и санкционированные, и кражи документов, затем личных вещей и денег. Ну, вот это вот уже с этого времени превратилось в систему какую-то. Значит, я уже не очень надеялась после всего этого на положительный какой-то ответ из Страсбурга и продолжала бороться за нарушенные права Шарова Константина Константиновича. В конце марта 2011 года я провела одиночный пикет у здания ОФМС РФ по Ставропольскому краю на Кулакова, 4А. Присутствовали корреспонденты газет «Аргументы и факты» и Ставропольский репортер. Они побеседовали со мной, сделали снимки. Мое появление вывело из себя сотрудников миграционной службы и выходившие представители этого ведомства пытались меня просто прогнать оттуда, отогнать, прочь. В том числе выходила и женщина в милицейской форме, тоже очень строго мне говорила, чтобы я ушла. Но я напоминала им соответствующую статью Конституции Российской Федерации о пикетировании и сказала, что никакие законы я не нарушаю. Продолжала стоять там. А стояла я с плакатом, на котором было крупно написано «Позор миграционщикам, сделавшим бомжем гражданина России». В конце концов, сотрудники миграционной службы доложили начальнику этого ведомства Байкову Александру Михайловичу. И он принял нас у себя в кабинете. Ну, разговор пошел конструктивный, состоялся конструктивный. Байков Александр Михайлович проникся, что ли, жалобой к брату. Он сказал такие слова, которые меня даже растрогали. Сказал, что да, надо помочь гражданину России, пожилому человеку, попавшему в беду. И все вот проблемы, в общем-то, моего старшего брата была решена. Ему вернули, его восстановили в статусе вынужденного переселенца. Восстановили также в льготной очереди вынужденных переселенцев на получение жилья. Ну и если говорить о дальнейшем, то в 2012 году Шаров Константин Константинович получил жилищный сертификат, реализовал его, приобретя жилой дом и земельный участок в селе Соломенское. Он прожил там очень много лет, привык уже, люди как-то к нему привыкли. Квартиру приобретать он не хотел, говоря, что я буду делать в квартире, лежать, плевать потолок, нет, мне нужен огород, чтобы я мог посадить там картофель, какие-то другие овощи. Ну вот такой у него был настрой. Ну таким образом, казалось бы, его судьба была решена благоприятно. Однако пострадавшей стороной стала я. Ну еще хочу здесь сказать вот о чем. Когда начальник УФМСРФ по Ставропольскому краю, Бойков Александр Михайлович, все-таки вот решил во время той нашей встречи все в пользу моего брата, значит, он попросил меня и корреспондентов отправиться в отдел вынужденных переселенцев. Ну и там, значит, тоже поговорить с начальником отдела вынужденных переселенцев, Джули Виктором Владимировичем. Мы, когда мы туда приехали, я обратила внимание на вот начальника этого отдела. У него был необычайно похоронный вид. Было такое впечатление, как будто, ну ему нанесли такой удар сокрушительный, что как будто, ну я не знаю, у него там такое горе случилось, такое что-то, что-то такое произошло, что, ну я не знаю, на нем действительно лица не было, что называется. Вот такой был мой вид в тот момент. Ну, там мы пообщались, поговорили и потом покинули отдел вынужденных переселенцев. И далее. В конце мая, в начале июня 2011 года по делам же брата я опять-таки побывала у Джулия Виктора Владимировича. И вот первое, что он мне сказал, это было, вы знаете, Ольга Константиновна, да, у вас этот номер прошел с пикетом, но больше такого не случится, больше ни у кого это не получится. Это первое он сказал. Следующее, он у меня спросил, а вы не скажете, а откуда вы узнали, что брат ваш имеет право получить жилищный сертификат вторично? На это я ему удивленно ответила. Ну, у адвоката, я побывала у адвоката, адвокат поднял всю документальную базу и в конце концов мне сказал, что брату положено вторичное получение жилищного сертификата в данной ситуации. И в заключении Джуль Виктор Владимирович вдруг мне заявил, Ольга Константиновна, если вы не прекратите встречаться с правозащитниками, то с вами случится, произойдет такое, что ни ваши газеты, ни ваши правозащитники вам не помогут. Я была очень удивлена, и у меня после этой встречи, после этих его слов остался неприятный осадок на душе. Это была то ли угроза, то ли предупреждение, а может быть это было и то, и то вместе взятое. Ну и не случайно он о газетах сказал, что после проведенного мной пикета в апреле 2011 года появилась и большая статья в газете «Аргументы и факты», и также тоже большая статья с фотографиями в газете «Ставропольский репортер». Кстати, сообщение о проведенном пикете было размещено и в интернете, на сайте ИКД, Институт коллективных действий. Но когда через где-то неделю после этого решили посмотреть, все-таки выйти на этот сайт и посмотреть, что там написано об этом пикете, то выяснилось, что сообщение о проведенном пикете Ольгой Константиновной значилось не в Ставропольском крае, а в Челябинской области. Оказывается, кто-то поторопился перенести место действия от греха подальше из Ставропольского края в Челябинскую область. Ну, мне хочется сказать еще вот о таком эпизоде, который имел место со мной, прежде чем перейти к дальнейшему. В апреле 2011 года, вот я помню, был очень теплый день, как-то летняя погода совершенно стояла. Я проживала тогда по адресу улица Пирогова, дом 42, дробь 2, в квартире номер 46. Ну, и сделав какие-то свои дела домашние, я прилегла на диван и сделала интересную книгу с тем, чтобы почитать. Но на меня вдруг стал наваливаться непреодолимо силы сон. Книга выскользнула у меня из рук, упала на пол, и я стала засыпать. И вдруг я помню, что все-таки еще что-то сознание меня не покидало. Я увидела, что в комнату вошли двое мужчин. Один выше ростом, другой пониже. Причем в дальнейшем, вот вспоминая это уже после, я вспомнила, что мужчин-то этих я часто видела. Они крутились в последнее время постоянно возле дома проживания моего. И также рядом находился большой супермаркет, моя семья, куда я ходила за продуктами. И там они мне попадались, эти двое мужчин. Вот вдруг, значит, эти мужчины, ну они подошли ко мне, я помню, засыпая. И у меня возникло ощущение опасности. Я поняла, что это опасно для меня. И я стала звать на помощь, кричать. Но вместо криков, я все еще ощущала тогда, могла это ощущать, у меня вырывалось мычание какое-то, я мычала. И вот тот, который поменьше ростом, он почему-то посмотрел в сторону смежной стены, диван мой стоял в смежной стены, за которой находилась соседняя квартира, вот смежная квартира номер 45, в которой проживал сотрудник Ростелекома. Он же компьютерщик очень хороший. Так вот, этот мужчина вдруг, глядя на эту стенку, сказал, да и еще, она не спит. Вот эти слова я еще помню. Вот, и тут сразу я как провалилась куда-то, больше я ничего не помню. Когда я проснулась, никого, ничего не было. В общем-то, все было на своих местах. И я некоторое время даже сомневалась. Действительно, это было явью или, может, мне это приснилось. Но нет, потом все больше и больше я понимала, что нет, просто я не успела тогда заснуть. И вот что-то я смогла заметить. И после этого визита, ну, я обратила внимание, что, ну, извините, пожалуйста, но вот мне часто пришлось, значит, посещать туалет. То есть вот у меня обильное какое-то, очень часто, часто, часто и начались позывы на мочеиспускание. Вот именно после этого. И это продолжалось вот даже в течение двух-трех дней, наверное, вот так. Ну, а потом все прекратилось, вошло в норму. Вот. Я полагаю, что во время этого визита, наверное, мне был введен первый из тех чипов, которые мне ввели. Значит, ну, если вернуться к тем словам, которые были сказаны бывшим начальником отдела вынужденных переселенцев иммиграционной службы Ставропольского края Джулия Виктором Владимировичем, то слова его оказались пророческими. И в ночь на 3 июля 2011 года ко мне проникли ночью во время очень крепкого, искусственно вызванного сна. Значит, и мне был введен чип. Причем чип мне ввели в правое ухо. Когда я утром проснулась, то я ощущала боль на наружном ухе. И посмотрев в зеркало, я увидела там покраснение, такой некоторый инфильтрат. Болела эта часть уха. И, смотревшись внимательнее, также я увидела как бы два отверстия. Ну, как я понимаю, от шприца. Значит, одно было входное отверстие, ну, где-то здесь вот. А второе – выходное отверстие. По всей видимости, может быть, первоначально мне хотели именно в эту часть тела, вот сюда в наружное ухо, ввести чип. Но я, может быть, во сне как-то вопнула головой, и был совершен прокол, и содержимое шприца излилось вовнутрь уха. Ухо, хочу сказать, хочу заметить, что квартира была очень чистая, не было никаких там мух, никаких насекомых. Не так, как боль не проходила, я обратилась к лор-врачу, к лор-поликлинику номер 3. И все-таки сказала врачу, мне нужно было что-то сказать, что, может быть, у меня вот в ухо укусило какое-то насекомое. Врач внимательно обследовала и ухо, и нос. И затем заявила, нет, это только не укус насекомого, потому что после таких укусов обязательно остаются какие-то эксперименты. Но в данном случае ничего нет. Ну, так или иначе, она назначила мне магнитотерапию. Когда я начала посещать, ну, эти процедуры соответствующие, значит, обратила внимание, что после применения магнита боль в ухе значительно усиливалась. Через несколько сеансов я пришла к врачу и сообщила ей об этом. Врач очень удивилась, потому что сказала, что при таких заболеваниях воспалительных она поставила мне диагноз наружный аллергический отит. Значит, магнит очень хорошо помогает. Он смягчает, убирает боль, как бы, ну, смягчает вот эти вот воспалительные обстоятельства. И вообще воспаление быстро проходит. Ну, что ж, сказала она, ну, отменила магнитотерапию, назначила там кое-что другое. И, значит, постепенно у меня этот отит, наружный отит прошел. На тот момент, я хочу сказать еще так же, я вот помню, что у меня как что-то такое микроскопическое, там, не знаю, капошилось, если можно так выразить, там внутри уха. Ровно через месяц, в начале августа, вот почти такие же вот аналогичные явления произошли с левым руком от меня на тот момент. И вот с этого момента меня начали облучать. Прежде всего, облучали со стороны квартиры номер 45, где проживал собственник квартиры, вот, как я уже сказала, сотрудник Ростелекома, Гузнов Сергей Яковлевич. К началу июля он проживал с молодой женой и с маленьким, с грудным ребенком. Но где-то уже к середине, наверное, июля жена его с ребенком исчезли, и он остался там один в этой квартире. Но это не означало, что они развелись, потому что молодую женщину с ребенком я видела часто гулявшую во дворе, где-то она жила, видимо, неподалеку, может быть, у своих родителей. Просто Гузнову для работы не нужен был, во-первых, свидетелем, во-вторых, он, видимо, опасался за здоровье жены и ребенка. Ему удобнее было оставаться и работать одному. Очень такое значительное лучевое воздействие шло оттуда, со стороны его квартиры. Я ощущала это в виде ржения такого в различных участках тела. Вот, если дозы были посильнее, то ощущение запекания чувствовала, боль появлялась. Вот такое. У меня в квартире довольно быстро перегорели почти все лампочки. Перегорела микроволновая печь. Затем появилось частое гудение в новом, бесшумно работавшем холодильнике. Кроме того, гудел часто старого образца, счетчик, начинал гудеть, вдруг ни с того ни с сего. И хозяин квартиры, я тогда жила на съемной квартире, в своей собственной квартире номер 130 по проспекту Кулакова в Ставрополе, я стала проживать только в середине 2013 года. А на тот момент она не была еще благоустроена для жилья. Поэтому я жила некоторое время на съемных квартирах. Так вот, хозяин указанной съемной квартиры мне сделал замечание, что был большой расход электроэнергии. Хотя я сама электроэнергию расходовала очень-очень экономно на самом деле. За стенкой у соседа ночью слышалось скрутение генератора. Через некоторое время над моей квартирой, высшей этажом, в квартире номер 50, появились молодые люди, женщина и мужчина. И они там стали постоянно, видимо, тоже как квартиранты, находиться. Вот оттуда происходило облучение. И у них там тоже наверху часто выдел генератор, по всей видимости. Затем стала как бы бить током по ногам снизу. Я купила себе резиновые калоши. И, кстати, это помогло мне. Помогало в таких случаях. Я решила выяснить, кто же живет подо мной на ниже расположенном этаже. И обратилась к Валентине Тимофеевне, старшей по дому, которая проживала там, живет рядом с этой квартирой. Я спросила у нее, кому принадлежит эта квартира, кто в ней проживает. Валентина Тимофеевна мне сказала, вы знаете, да, вообще-то молодые мужчины и женщины вроде как там живут, но как-то, говорят, странно они проживают. Вот вечером, говорят, приедут, где-то часок побудут и уедут. И потом ночью только снова приезжают, тоже около часа они там побудут и снова уезжают. Ну, вот таким образом. Ну, насколько я понимаю, насколько я поняла, значит, Гузнов Сергей Яковлевич являлся всеоператором. Вот. И он каждую ночь, вот, занимаясь отлучением, отлучал меня. И вместе с тем, я так считаю, я полагаю так, думаю, что не без оснований, он постепенно старался поднять вот чип из нижнего участка головного мозга выше расположенный отдел головного мозга. Работа была очень кропотливая, требовало много внимания, затрат каких-то определенных, вот именно, ну, там, знаний и так далее. Я делал ему эту работу по компьютеру. Ну, и каждый раз, вот, каждую ночь, когда определенную часть такой работы он выполнял, то расслаблялся, расслаблялся и начинал техногенно меня насиловать. Это продолжалось, вот, затем, в дальнейшем, практически каждую ночь. Значит, я так считаю, что в свою работу, вот, по выведению чипа верхний отдел головного мозга, он закончил только к середине, приблизительно, ноября 2011 года. Я помню, что тогда я почувствовала где-то в затылочной части головы впервые, значит, какое-то побаливание, и вот ощущение чего-то, вот, у меня был такой момент, что ощущение чего-то все-таки как типа постороннего. Ну, и подташнивала меня тогда впервые. Никогда до этого таких явлений я не ощущала. Ну, и после этого, значит, в конце ноября 2011 года я написав заявление, в котором я выразила свое возмущение, теми действиями, которые стали совершать в отношении меня. Ну, а я считала, что это где-то, наверное, и какая-то месть мне. Вот. И что вот меня таким образом без моего согласия, нарушив статью 21-го, пункт 2-й, Конституции Российской Федерации, ну, превратили в жертву мишень и стали проводить со мной такие вот опыты, облучать меня. Значит, вот, написав заявление такое, и приложив уже некоторые документы к этому заявлению, я поехала в Москву. В Москве я сдала это заявление в Госдуму. Заявление написала на первого помощника депутата Зюганова Геннадия Андреевича Тарнаева Александра Петровича. Почему? Потому что я решила, что то, что со мной делали, мог не понять депутат, который был, допустим, гражданским лицом, имел какое-нибудь образование, типа был историк, в жутом духе, что все это мог понять только человек со соответствующей подготовки, военный человек, представитель спецслужбы. Ну, и я узнала, прочитав в одной из газет о Тарнаеве Александре Петровиче, что он в Советском Союзе был полковником внешней разведки КГБ СССР. Ну, поэтому я решила написать на его имя это заявление, считая, что человек такого уровня, такого ранга сможет разобраться во всем этом и надеялась на его помощь. Однако, это заявление в Госдуме, оно было зарегистрировано, однако, оно на какое-то время как бы исчезло, пропало. Затем, вот, я вернулась, конечно, надеясь все-таки на какой-то результат, но со мной более даже ожесточенно стали проводить вот эти опыты и очень жестко меня облучать после моего, моей поездки в Москву. И в ночь на 8 декабря 2011 года я проснулась от очень сильной боли, от чувства жжения и даже запекания в области голени моих ног. Я посмотрела и увидела на болених появились два пятна прямоугольной формы, больших пятна, красных, с мелкими пузырьками. Я очень испугалась. И утром, ну, все-таки дождалась утра, когда попозже уже было, и вызвала где-то в восьмом часу утра вызвала скорую помощь. Приехала фельдшерица, которая осмотрела мои пораженные голени и сообщила, что мне нужно обратиться к терапевту, написала диагноз мне значит, дерматит неясного генеза и с тем уехала. Я позвонила моей недавней, на тот момент знакомой Павловой Ларисе Владимировне рассказала ей о случившемся. И мы договорились с ней встретиться у станции скорой медицинской помощи. Потому что Лариса Владимировна высказала предположение, что может быть в карточке вызова фельдшерица там бог весть еще что напишет, написала. Ну, я в СМП запросила эту карточку. Мне дали с неохотой, дали возможность ознакомиться. И вот в этой карточке я прочитала о том, что у меня слабоумие на почве атеросклероза. Такой диагноз поставила вот там в этой карточке вызова фельдшерица. И далее там была написана такая несуразица, о чем я и не говорила. Да, действительно, я была настолько растеряна, что я ей сказала, что предполагаю, что вот эти пятна, которые у меня на голенях появились, это результат лучевого воздействия, которое произошло, видимо, из смежной квартиры. И все. А фельдшерица там написала в этой карточке вызова, что, значит, больная утверждает, что ее облучал офицер ФСБ, находившийся в соседней квартире, и вот вот такие вещи. Ну, думаю, фантазия, конечно, у нее имеется, у этой фельдшерицы. Я написала жалобу начальнику, то есть, главврачу СМП, ну, и потом жалела, конечно, надо было мне прокуратуру написать, или, может быть, в суд обратиться по этому поводу. Ну, затем мы с Ларисой Владимировной прошли фотоателье, я сделала там большую цветную фотографию, мне, вернее, сделали большую цветную фотографию, пораженной Колине, дали диск к этой фотографии, после чего мы с ней в этот же день направились уже после обеда в краевое бюро судебно-медицинской экспертизы. Там меня, значит, обследовал врач, судмедэксперт Морозов, и он долго рассматривал, сказал, что надо подождать некого Каноненко из полиции, ждали этого Каноненко, тут просто буквально прилетел, тоже осматривал, ну и еще кто-то из медиков заходил, смотрел, выходил из кабинета. В конечном итоге я получила на руке акт обследования судебно-медицинской экспертизы, врач Морозов поставил диагноз геморрагический воскулит, но надо сказать, что геморрагические проявления являются также одним из главных симптомов лучевого поражения, лучевой болезни, хотя бывает это и от других причин. И вот когда я вышла в колидор, где меня ждала Павлова Лариса Владимировна, то там подошла к нам врач-студмед и эксперт Хмелевская Евгения Ивановна, которая также заходила в кабинет, видела там мои пораженные голени, но при всех она ничего не сказала, а вот уже когда мы остались с ней с глазу на глаз, то она кстати Хмелевская являлась школьной подругой Павлова Ларисы Владимировны, знала еще ее с тех времен, она сказала, что вам бы не мешало пройти к главврачу, показать ему, потому что очень похоже на лучевое поражение. Мы поднялись, подошли к кабинету главврача, его не оказалось, и нас принял его заместитель. Заместитель как только увидел мои пораженные голени, а именно эту большую цветную фотографию, то сразу же воскликнул. Ну, просто прямо-таки первое, что приходит в голову, это плакаты цветные времен Хиросимы и Нагасаки. Но затем как-то он сник, там поскучнел, посерьезнел, и в общем так или иначе диагноз лучевое поражение или лучевая болезнь хотя бы под вопросом у меня такой диагноз поставлен не был. А так и остался диагноз геморрагический воскулит. Но да, значит, мои пораженные голени и фотографию эту цветную видел известный в городе Ставрополье правозащитник подполковник Илюшкин Петр Николаевич в тот же день. Ну и через несколько дней все это было украдено. И цветная фотография, диск, а также и акт обследования бюро СМИ. Все это было украдено, пропало. Ну, такое было. Ну, если так забежать наперед, то хочу сказать, что только в 2012 году я обратилась снова в Краевое бюро СМИ за дубликатом пропавшего, похищенного акта обследования. Когда мне дали вот этот дубликат, я прочитала, то увидела, что там были изменения. Изменения были, ну, во-первых, исчез вообще диагноз, вот этот геморрагический воскулит вообще убрали, не было там. В жалобах там кое-что было, кое-чего не было уже. И плюс дата. Вот, дата проведения экспертизы 8 декабря 2011 года. Вот, эта дата была изменена на 9 декабря 2011 года. Ну, я думала, почему это было сделано, потом пришла к поводу, что, ну, действительно, вот утром 8 декабря 2011 года у меня была фельдшерица, медик со скорой медицинской помощи. И она вот в своей карточке вызова, как выяснилось, поставила мне диагноз слабоумие на почве атеросклероза. И в этот же день, буквально после обеда, врач-судмедоэксперт Краевого бюро судебно-медицинской экспертизы пишет в акте обследования вот, а вам не дает такую характеристику адекватно, эмоционально, продвижно, мобильно, ну, и так далее. В общем, как бы, о какой-то неадекватности, о каком-то, извините, тем более, слабоумении речи там никакой не было. Поэтому здесь получилась бы как бы некая нестыковка. То есть в один и тот же день не могла я никак быть слабоумной или вдруг вполне адекватной, как бы умной, благоразумной и так далее. А, значит, все-таки и поэтому поставили дату уже, затем изменили, поставили дату 9 декабря 2011 года, ну, тогда хоть какое-то можно было там соответствие, что ли, обнаружить, а именно, что с утра 8 декабря я была неадекватна, там, слабоумна, а уже 9 декабря ну, у меня, значит, ум появился или что-то в этом духе, где-то как-то. Вот. Ну, это что касается вот судмедэкспертизы. Теперь далее. Значит, весной 2012 года я, поняв, что мое первое заявление в Госдуму пропало без вести, по-видимому, сделала еще одну попытку и приехала в Москву и передала второе заявление тоже с приложением, уже оно несколько, я уже больше разобралась в том, что происходит и ну, и там соответствующим приложением передала в Госдуму. Ну, оно было зарегистрировано также. Опять-таки, на имя депутата уже на этот раз, Тарнаев Александр Петрович к этому времени уже стал сам депутатом, на его имя это заявление. Затем я вернулась, но никак не могла связаться по телефону с Тарнаевым Александром Петровичем, никак не дозванивалась, не получалось. И вот весной 2012 года, когда по делам я находилась в городе Сызрани, вот только там обратившись на переговорном пункте, заказав телефонный разговор, я смогла дозвониться до депутата, хотя разговаривала не с ним, а с его помощником, Камайюновым Николаем Сергеевичем. Ну, я ему как раз таки рассказала о том, что вот никакой возможности у меня выйти на связь не было. Вот о таких обстоятельствах. И только после этого, когда я вернулась в Ставрополь, я стала хотя бы время от времени дозваниваться. Ну, и в дальнейшем общалась я все-таки не с самим депутатом, а с его помощником, Камайюновым Николаем Сергеевичем по поводу всех моих обстоятельств. Теперь, значит, в июле 2012 года в Ставрополь, в ГУ МВТ Российской Федерации по Ставропольскому краю пришел депутатский запрос из Москвы по моим обстоятельствам, по моему заявлению, и началась вот якобы проверка. Меня вызвали, вызвал для объяснения участковый Мамиканян на тот момент, я дала такое объяснение, ну, внимательно выслушал, и мне вдруг сказал, говорит, знаете, Ольга Константиновна, вообще в последнее время к нам часто стали обращаться такие люди, вот, с подобными жалобами, но они, говорит, никак не могут понять, что с ними происходит, и только вы, ну, здесь я просто передаю его слова, как человек мне сказал, и только вы в силу своей грамотности и образованности поняли, разобрались во всем. Через некоторое время я хотела пообщаться с участковым, решив, что, может быть, он мне даст какой-то адрес или адреса вот таких потерпевших людей с тем, чтобы связаться с ними, потому что, ну, одному очень трудно как-то бороться, что ли, против всего этого, вот, а сообща, конечно же, все-таки легче, но выяснилось, что участковый был уволен. И еще. Ну вот, значит, такие происходили события в 2012 году. Ну, в общем, я, например, просыпалась, как-то проснулась я утром и увидела в области живота, вдруг, на животе, в области пупка явно следы уколов. Вот, что там я вкалывали. Вот. Теперь, осенью 2012 года, как раз я удалила две-три папиломки маленькие, незначительно, они быстро заживали, стали дистанционно лазером вкалывать мне прямо вот в эти маленькие рубцы. Рубцы стали увеличиваться в размерах, краснели, раздражались, зуб там появлялся и так далее. И вот бесконечно, бесконечно, никак не могли эти рубцы зажить. Ну, потом оставили в покое, видимо, и они как-то быстро заживли эти рубцы. Но вколы вот эти продолжались дистанционно лазером моего организма. Вот, в частности, в 2012 году я еще в Москве была в головном офисе организации общественной народной соборы. И там довелось мне беседовать с функционером этой организации Рябиченко. Она меня внимательно выслушала и сказала, вдохнув, что, вы знаете, очень страшно то, что вы не знаете, что же они вам вкалывают в тело, в организм. Это страшно. Разговаривая по телефону с Гомоюновым Николаем Сергеевичем, помощником депутата Тарнеева Александра Петровича, я рассказывала о том, что все мои обращения в ГОНВД РФ по Ставропольскому краю заканчиваются тем, что я получаю отписки о том, что ничего не обнаружено. И тогда Гомоюнов Николай Сергеевич мне посоветовал, он сказал, что раз полиция, никаких когда не полиция, еще в общем-то в 2012 году была милиция, раз сотрудники РБД не предпринимают ничего для того, чтобы что-то обнаружить в вашей квартире проживания, а к этому времени, в 2012 году, я проживала уже по адресу улица Мира 402, квартира 44. Значит, в смежной квартире проживала, смежная квартира номер 43 принадлежала сотруднику МВД, и надо мной также проживали, проживала супружеская пара, вот, в котором постоянно приходили все операторы на ночь, под утро они уходили оттуда, но приходили как на дежурство все равно, и вот шло сильное там облучение происходило. Так вот, Гамайонов мне сказал, что вам нужно будет обратиться в детективное агентство, если такое есть в Ставрополе, ну, такое законное, работающее по лицензии, и пригласить сотрудников, чтобы они у вас сделали замеры, проверили. Я так и сделала, я обыскала детективное агентство легенда, директором которой являлся Носачев Александр Юрьевич, мы договорились и Носачев пришел вместе с сотрудником. Они стали проверять квартиру проживания и в результате обнаружили неестественно высокий электромагнитный фон на всем протяжении смежной стены с соседней квартирой, которая расположена в соседнем подъезде. Кроме того, Носачев Александр Юрьевич обнаружил также в смежной стене с соседней квартирой номер 43, как я уже сказала, принадлежавшей сотруднику МВД, в которой проживал на тот момент его сын, значит, что в стене замурована металлическая конструкция под напряжением 220 вольт, и при обесточивании напряжение не исчезало. И направлена эта металлическая конструкция была внутрь моей квартиры проживания, значит, в мою сторону. директор детективного агентства мне дал соответствующее техническое заключение. Ну, когда я техническое заключение приложила к своему заявлению ГОМВД РФ по Ставропольскому краю, и как раз материал проверки находился у сотрудника ГОМВД Майора Жабина, значит, мы с ним встретились, и он мне сказал, прочитав все, что вам нужно было бы сделать независимую, как пройти независимую техническую экспертизу. Я спросила у него, где мне ее взять, ответом было молчание. Значит, выяснилось, что те вколы, о которых я сообщала, которые дистанционно лазером производились постоянно, оказывается, вкалывали, что это было? Оказывается, вкалывали в мне мой организм, в мое тело, личинки, личинки паразитов. То есть, ко мне применили биологическое оружие, а именно, если конкретнее, паразитологическое. Ну, и превратили мой организм в своего рода инкубатор. То есть, очень сильно облучали вот эти места, места вколов, и, соответственно, личинки быстро под воздействием облучения росли, развивались, размножались, естественно. И была возможность у разработчиков, вот, тех лиц, которые применили эту жуткую разработку в отношении меня, ну, заражать организм, распространять эти паразитов, в общем-то, по всему организму. Вот они создавали вне кишечной формы. Теперь мне хотелось бы сообщить еще о моем брате. Я достаточно часто ездила к нему в гости в село Соломенское, где он стал проживать, реализовав жилищный сертификат и приобретя там дом. И что я обнаружила? Я ездила к нему в 2013 году, в 2014 году ездила вот, несколько раз. Я обнаружила, что там очень сильно облучают. По крайней мере, там я испытывала вот это лучевое воздействие, очень сильное, значительное. и когда я ночевала, то в общем однажды даже и там ощутила, что дистанционно меня обкалывают, то есть лазером вводят что-то в мой организм. Ну, всю пообкалури за ночь было такое. Ну, я обратила внимание на то, что вот это лучевое воздействие, оно шло со стороны, с противоположной стороны улицы, там напротив расположено на улице Кооперативной у брата адрес улица Кооперативная дом 138, а на противоположной стороне там имеется домовладение семьи Курганских. Вот оттуда и шло такое мощное лучевое воздействие. Сам старший Курганский был, ну, является или работает шофером на машине скорой медицинской помощи при местной участковой больнице. Жена его работает в администрации села Соломинская. Сын у них вроде как бы занимается торговлей, то есть разъезжает на своем шикарном огромном джипе иномарки и занимается продажа, вместе с тем мне как бы по секрету кое-кто сказал, что он сын как бы связан с органами. И вот значит последний раз, когда я была у брата, вот значит брат мой уже что-то стал понимать, по-моему, он мне сказал, что место здесь какое-то нехорошее. Вот один раз я даже в комнате видел, как от батареи, металлической батареи отскочил, ну как топ какой-то прошел какой-то змейкой через всю комнату к двери, к входной двери. Ну он говорит, я еще мог бы что-нибудь сказать, что-то сказать, но махнул руку и ушел. Не хотел жаловаться, не хотел распространяться как-то почему-то. И еще последний раз, когда я его видела живым, он пожаловался, что ночью однажды проснулся и с левой стороны, более так затылочной части головы, у него почему-то появилось, что-то там случилось, появилась некая рамка она никак не заживала у него, он обратился к медсестре тоже в селе Соломинское, та помогла ему с лечением, подсказала, что как делать, но в конце концов, еле-еле он сказал с трудом, там все заросло. И показал это место, я действительно увидела там в черепе некое углубление. Ну и после этого я его не видела и прошло время и 12 мая 2015 года мне позвонили, вот, я находилась в Ставрополе и сообщили, что мой брат мертв. Я очень удивилась, потому что в конце апреля 2015 года я звонила соседке, вот, его, нене Алексеевна Демченко, с ней мы вместе в школе работали в местной, вот, она была учителем биологии, я немецкий преподавала, так что с тех времен знали друг друга, у нее я оставляла свой действующий телефонный номер, ну и ее номер, по-моему, с Вестем я ей позвонила и спросила, как дела у брата, но она ничего такого плохого не сказала, сказала, что видит его здоровым, что он ездит на велосипеде, в магазин, допустим, вот, ну, работает на огороде, все как бы нормально, и вдруг вот, смерть такая внезапная. Теперь я, значит, позвонил мне, затем, первый был звонок, потом второй звонок 12 мая был от главы администрации Евгения Викторовича, он мне повторил, сказал, что брат ваш мертв, я спросила, что с ним, от чего он умер, как бы, ну, глава администрации сказал, что подробности не знает, и дал мне номер телефона с отмитрия эксперта Золочевой Олеся Андреевна, так как тело брата 9 мая, вот он умер 9 мая, 9 мая увезли в морг города Зеленокумска, ну, это ближайший населенный пункт по отношению к селу Соломенскому, где имелся при больнице морг. Конечно, я была расстроена, почему-то поздно мне сообщили, непонятно, ну, и далее стала разговаривать по телефону Золочевой Олеся Андреевной, вот, причем, значит, ну, вот она мне какие-то стало противоречивые всякие давать ответы, ну, во-первых, она сказала, что она ушла в отпуск 9 мая сначала, потом она сказала, по ходу, у нас несколько с ней было телефонных разговоров, и каждый раз по-разному у нее, что она ушла в отпуск с 11-го, потом, когда сказала, что с 12-го мая, она в отпуске, ну, 11-го мая, что она пришла и сделала вскрытие тела покойного брата, вот, ну, она сказала, что вскрывала она только грудную клетку, что сердце имело возрастные изменения, вот, не поставлен был ее диагноз ни инфаркта, ни инсульта, но просто, как бы, остановилось сердце у брата, ну, остросердечная недостаточность таков был ее диагноз, вот, я спросила у нее, можно мне получить копию вскрытия, копию вскрытия, вернее, протокол, это копию протокола вскрытия, на что Олеся Андреевна сказала, что протокол она, ну, вот, напишет после прихода из отпуска, после выхода на работу из отпуска, я спросила, до какого числа она в отпуск, она сказала, до 19-го июня, я удивилась, сказав ей, что протокол, насколько мне известен, протокол, известно, протокол вскрытия, ну, пишется сразу же именно в момент вскрытия, заполняется. Ну, она сказала, что я напишу, но после того, как получу анализ, анализ на алкоголь, я спросила, когда он этот анализ придет, она сказала, что отправила в Ессент-Укей, что он будет готов только через месяц. Ну, после этого разговора с ней я связалась, была возможность связаться с обмедэкспертом в Ставрополе, и та сказала, что такой анализ делается в течение 3-4 дней, вот, ну, и о протоколе сказала, что сразу он составляется, сразу же во время вскрытия, вот, ну, Золочева сообщила еще такую вещь, что она, ну, в общем, здесь мне хочется сказать о том, что такое мнение сложилось, что, во-первых, Золочева вскрытие не делалось, можно даже, вот, исходя из того, что она говорила, задача ее была как можно скорее придать тело брата земле, вот, поэтому такая была спешка, она сказала, что якобы ее адреса не было, а почему она решила, что он бомж, и решила его захоронить побыстрее, как бомжа, вот, хотя, когда я вышла на участкового, перевозившего тело брата, он сообщил, что адрес был, что он, адрес брата дал медработнику, который записывал в журнал регистрации, значит, там был этот адрес, почему говорила неправду Золочева, непонятно, конечно, ну вот появились какие-то предположения, что брат мой умер от не своей смертью, а насильственной, по этому поводу было написано заявление, где я приводила определенные доводы, сейчас просто я не имела возможности привести их все сейчас, значит, привела я определенные доводы в этом заявлении, заявление я передала в приемную президента Российской Федерации, которая имеется в городе Ставрополье. Ну, через некоторое время я узнала, получила письмо оттуда, что, оказывается, передано было заявление для рассмотрения следственное управление Ставропольского края, Ставрополь. Ну, меня это огорчило, потому что со следственным управлением и у меня, и у Ларисы Владимировны Павловой были определенные, значит, к ним были определенные существенные претензии. И, в общем-то, до сих пор ответа по существу получено, но и оттуда не было. Я не считаю, я даже не жду, что там действительно какое-то расследование объективное, серьезное будет проведено. беседуя с одной из соседок покойного брата Шарова Константина Константиновича, я выяснила вдруг, что накануне смерти брат мой был в хорошем настроении, и он сказал этой соседке, поделился с ней своей радостью, что ему положена денежная компенсация, и что он приобретет, когда получит эти деньги для своего хозяйства, для дома. Когда я это услышала, это очень удивилось, потому что никакой денежной компенсации положено брату не было. Всего два вида помощи вынужденным переселенцам имеются от государства. Это или денежная компенсация за утраченное жилье и имущество, или же получения жилищного сертификата для приобретения жилья. Брат мой получил жилищный сертификат и был тем самым обеспечен жильем. Так что ничего более положенного ему не было. И я поняла, что кто-то под видом, кто-то видимо из миграционной службы виделся с ним и просто нагло цинично бесхитростного простодушного человека обманул. То есть ему видимо сказали, что положена денежная компенсация, но для этого надо подписать то-то, то-то. И брат мой я думаю это и сделал. Но не так просто конечно он это сделал. Видимо ему было предъявлено некое удостоверение, которое произвело на него впечатление. Ну и еще такой момент, когда действительно бывает положена денежная компенсация вынужденному переселенцу. Обычно представители миграционной службы сообщают, что данному человеку необходимо обязательно открыть счет в Сбербанке и что деньги будут перечислены на этот счет. Брат мой никогда никаких счетов в Сбербанке не заводил. Он просто-напросто и средств у него таких не было, чтобы что-то там собирать, экономить. Ну и в общем-то он этого насколько я знаю он бы не сделал. Но после его смерти перебирая документы которые остались после него я вдруг увидела отчет Сбербанка от 23 марта 2015 года о том что был им открыт счет и 100 рублей на этом счете. То есть видимо его обманывая сказали что он обязательно открыл для пущей уверенности но чтобы он открыл этот счет и ждал поступления денежных средств. вот ну таким образом значит вот такое и мне кажется что смерть его совершенно не естественно что она носит насильственный характер и что здесь речь идет об отъеме жилья значит видимо что нужно было было сделано в этом направлении я так полагаю ну что касается смерти то когда я приехала вот после похорон в брату вот там где он проживал я обратила внимание что большое количество было проволоки провода значит висело возле лампы эта лампа ну она находилась над тропинкой по которой над дорожкой по которой можно было из летней кухни пойти к огороду но брата мы его нашли мертвым вот на этой тропинке как раз ну и сама я когда начала приводить там как-то в порядок и решила почистить двор и начала дергать траву недалеко от этой ну рядом с этой тропинкой и у этой где там где висела эта лампа то меня несколько раз ударило током когда я второй раз приехала после этого все так же оставалось правда не убрали вот этот повод но значит током правда уже не било я считаю что брата каким-то образом видимо брат был убит электрическим током мое предположение такое ну вот я считаю что в Ставропольском крае действует организованная преступная группировка с госполномочиями кстати которая прикрылась документами определенными удостоверениями и так далее и речь идет об отъеме жилья у людей у слабо защищенной части населения в частности вот работают со мной допустим я владелец однокомнатной квартиры со всеми удобствами меня отправят на тот свет я думаю что квартира это будет в руках этих преступных лиц точно так же видимо произвели определенные действия с братом я думаю что брат что квартира будет у них в руках и все-таки мне не дают покоя смерть моего брата о том что смерть брата вероятно была насильственной говорит тот факт что до его смерти 9 мая 2015 года утром многие соседи видели брата в полном здравии он ездил на велосипеде в магазин за хлебом вернувшись спрыгнул с велосипеда у соседнего дома и поговорил немного с соседом они поздравили друг друга с праздником видели брата и другие он был бодрым и у него был нормальный цвет лица обнаружила мертвым соседка пришедшая поздравить с праздником было заметно всеми что лицо брата стало темным рассказав об этом судмедэксперту ставропали по телефону я сказала что слышала что лицо темнеет от применения электрического тока медик мне сказала что так же и от ядов были вызваны скорая помощь и полиция вечером участковый из Тепновского ОВД Казаков Михаил Александрович увез тело брата в морг города Зеленокунска оставив домовладение Шарова Константина Константиновича неопечатанным бросив связку ключей в связи с этим было разворовано дорогостоящее имущество брата вызванное по этому поводу полиция когда после похорон я приехала в село Соломенское и обнаружила пропажу в присутствии свидетелей пообещала найдем а преступники будут найдены и наказаны но полиция до сих пор в поиске таким же образом борется с преступностью и коррупционерами криминальная часть ФСБ РФ по Ставропольскому краю так по рассказу жительницы Ставропольского края прекрасного специалиста по аудиту еще в начале 2000-х годов когда в Ставрополе один воровитый мэр сменял другого была создана комиссия для проверки она рассказывала что и она и особенно еще один майор из налоговой дотошно скрупулезно проверяли ряд организаций в Ставрополе было возбуждено несколько уголовных дел и когда они начали проверять администрацию где стало выясняться разворовывались миллиарды то эту женщину специалиста бухгалтера вызвал к себе замначальника УФСБ РФ по Ставропольскому краю Бондаренко Сергей Викторович и сказал спасибо вам за проделанную работу в ваших услугах больше нет нужды она поняла что стала свидетелем это очень опасно уволилась с работы и по ее словам превратила себя в серую мышку Алла Яковлевна я с большим уважением отношусь к вашим настойчивым гуманным усилиям добиться чтобы поправка к закону об оружии о запрете применения психофизического оружия стала действующей и чтобы МВД реально контролировала ее выполнение и не допускала гибели ни в чем не повинных людей может быть вина которых все же в том что они стали жертвами чьего-то преступного заказа или же их квартиры кто-то на их несчастье облюбовал говорят что и капля камень точит горячо надеюсь что ваши усилия не пропадут да спасибо